Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, это очень необходимо нам для развития канала. Также репост в ваших соцсетях. Сегодня я продолжаю начатый проект нами, он называется «Правосудие против кривосудия». Вы видели уже, наверное, первый сюжет. Я хочу на понятном нам, простым гражданам, простым людям языке, не на юридическом, птичьем, извините, пожалуйста, меня юристы, языке, говорить о насущных для нас, для религиозных организаций, да и просто для людей нашей страны вещах. Сегодня речь пойдет о правосудии. Что это такое? Откуда оно возникло? Я не буду вдаваться в истории, брать все подробности. Все вы слышали, наверное, что наша фемида, такие слова, часто используют эти слова. И я задумался, откуда это идет? Откуда это возникло вообще само понятие, правосудие? Сзади меня вы видите сейчас картину такую, я поменял, убрал ангела и поставил эту картину. Это картина правосудия. Это статуя Фемиды. Кто же такая эта Фемида? И что это за Фемида, которая сейчас у нас здесь царствует? И Фемида, вы можете сами поискать в интернете, вам будет очень интересно. Это греческая богиня, по-моему, вторая жена Зевса. У греческих писателей встречается она в разных рассказах, где рассказывается об Олимпе, о богах Олимпа, о ней, о ее сыновьях, дочерях, о всех детях, кто что чем занимался. Нас это сегодня не будет касаться. Но ее изображение, очень интересное изображение, вот, этой самой Фемиды из греческой мифологии. Это был целый культ, культ Фемиды, да, у нее были свои жрицы, свои жрецы, свой культ, свои храмы. Вот, и тогда, тысячи, тысячи лет назад, греки чтили эту богиню. Вот, какое отношение это имеет к нам? Дело в том, что Фемидой сегодня называют всю судебную систему у нас в Российской Федерации. В следующем ролике следите, пожалуйста, за этими выпусками. Раз в неделю будет выпуск выходить для пастырей, для священнослужителей, для религиозных лидеров и ислама, и иудаизма, и других религий. Это будет очень полезно. Вот, я буду говорить о том, как устроена судебная система у нас в стране, какие суды, если вы решили судиться, если с вами начали судиться, что вас ждет, какие пошлины надо заплатить, я об этом хочу говорить, какая судебная система у нас. Но это в следующем, буквально, ролике на следующей неделе, в следующем выпуске нашей программы «Правосудие против кривосудия». Еще раз покажу вам, я несколько распечаточек сделал. Вот, вот эта богиня, богиня Фемида. Это в греческой мифологии. Вот она такая. И знаете, я когда готовился к эфиру, я думаю, не будет ли оскорбительно, наверное, что ли, если судей наших судов называть жрецами и жрецами. Это очень интересное сравнение. Женщины, у них, конечно, больше жрец было. Но сегодня, смотря на нашу судебную систему, вот, бывая в судах, зайдите на сайт любого суда, вы увидите, что трудится больше женщин. Никого не хочу обидеть, но можно даже, наверное, так пошутить, сказать, трудится очень много жрец Фемиды. Они трудятся, они работают, они принимают решения. Кстати, эти памятники, вот такие статуи, они установлены во многих городах у нас в России. Вот, в религиозной стране, где теперь у нас в Конституции Бог упоминается, какой мы не знаем, неведомый. Вот, но все равно есть то, что есть. Народ проголосовал, вот. А при чем здесь греческие боги и богини? Да, вот, оказывается, вся судебная система, вся наша Фемида, она посвящена и она покровительствуется как раз греческой этой богине. Я посмотрел в интернете, нашел памятники в Омске, в других городах, красивые статуи. Что отличает Фемиду? Есть второе слово. Вы знаете, что после этой империи, после греческих богов, после греческой культуры, да, или после греческой цивилизации, пришла им на смену римская цивилизация, римляне. И римляне очень часто копировали всех греческих богов. Ну, так назывался, так называется, да, там, боги войны своей были, боги земли, плодородия. И они немножко другие названия, ну, давали другие имена своим богам. Вот, так самое интересное, знаете, что та же самая богиня Фемиды у римлян, у нее другое имя немножко, очень всем нам знакомая, юстиция. Вот, представляете, да? Одна и та же богиня отвечает за одни и те же вопросы. Кстати, юстиция переводится как справедливость. Это то, чего все мы хотим, идя в суд. Мы хотим справедливости. Но интересно, что у нас два, так сказать, два, да, суды и второй орган, это Министерство юстиции. Вроде одна богиня, только одна греческая, а другая римская богиня. Вот, и люди им служат и трудятся. Кстати, когда Господь говорит, вот, в Матфея, в пятой главе, в шестом стихе, что блаженны алчущие и жаждущие правды. Вот, в Библии написанной на латинице, да, там стоит слово как раз юстиция. То есть, та же самая правда, или мы ищем справедливости, да, блаженны, кто алчит, то есть жаждет вот этой правды, этой справедливости, этой юстиции. Вот, поэтому не бойтесь обращаться в суды за своими правами. Но еще раз вернемся к судам и к этой самой богине, которая по-гречески называется Фемида, у римлян она была юстиция. Три символа этой богини есть. Я не буду в истории вдаваться во все, но вот эти три символа очень важны. Первый символ это, мы видим, весы. Я сейчас возьму то, что подготовил, да. Весы. У нее в руках всегда весы, но не всегда. Первое греческое изображение, она была с рогом изобилия и мечом. Вот, а потом вот появились весы. Что такое весы? Весы это древний символ меры, меры справедливости. На всех весах правосудия взвешиваются как бы добро и зло, да. Вот она держит эти весы и там добро и зло. Вина и невиновность. Строгость и справедливость правосудия предполагают точное взвешивание деяний. То есть мы приходим в суд и мы ожидаем, что судья, например, арбитражные суды, я о них поговорю. Судья это арбитр, который между одним и другим, и он взвешивает и выносит справедливый приговор там или решение суда. Справедливое. Так ли это всегда бывает? Ну, это решать каждому. Когда мы видим, это справедливость или это что-то другое, да, на самом деле это правосудие или иногда, а все чаще так бывает, это кривосудие. Второй символ, второй символ, это меч. Это такой символ духовной силы и воздаяния. В руках богини, он, знаете, как символ возмездия, что она всегда богиня, вот эта вот юстиция или богиня Фемида, она всегда справедлива и она принесет возмездие или воздаяние. Меч раньше на старых картинах и на старых статуях держался острием вверх, а сейчас вниз на многих делается так, что указывает на, типа, волю небес, знаете, ну, на священный олимп, откуда боги все правят всей землей, то есть высшую справедливость. А также то, что богиня или суд, да, готова применить этот меч для того, чтобы наказать виновного. Третий символ, который везде, на всех статуях и на всех картинах, это повязка на глазах. Повязка на глазах. То есть это символ беспристрастности. То есть глаза повязаны, глаза закрыты, правосудие не видит различия между людьми. Оно слепо в том смысле, что воздает лишь по праву, по справедливости. Вот. 20 лет, бывая в наших судах, мне всегда казалось, что повязка как-то слетела на один глаз, что ли, и богиня похожа на старого пирата. А потом показалось, вот знаете, чем дальше судимся, показалось, что повязка вообще упала с ее глаз, она ее сняла. Вот. Она смотрит туда, куда нужно смотреть, кто ей говорит. Кстати, очень интересно, у нас на здании Верховного Суда Российской Федерации, вы на сайте суда можете найти, я поискал сегодня, была, вот когда реконструировали суд, была сделана новая статуя. Такая, знаете, мне кажется, в каком-то советском стиле, в таком, я покажу вам сейчас ее, вот она, она, да, я, так, наверное, вот с этой стороны я должен приблизить, чтобы вы увидели ее, богиню правосудия. Вот она, она, весы, меча нет, щит и повязки на глазах нет. Вы представляете? Это наше, у нас всегда наше должно быть, наше что-то свое, особенное российское. Вот. И что у нашей богини? Я посмотрел некоторые московские сайты, на одном сайте нашел очень интересно, это прогулки по Москве, по-моему, как сайт называется, и там кто-то написал. Видели ли вы статую, новую статую на здании Верховного Суда Российской Федерации, что находится на Поварской улице? Статуя чем интересна, вот человек пишет, фемида с лицом комсомолки 30-х изображена со щитом, но без меча. Интересно, да, замечание комсомолки? Вот к нам все это начало приходить, когда начали подменять, наверное, уже, ну, в прошлом столетии, все христианские ценности, выносить их и насаждать нам греческие мифы, мифологии эту, что бога нет. Вот боги на Олимпе, я помню, в советское время очень часто были эти мультфильмы, мы проходили, может быть, вы вспомните, как мы стояли в очередях, сдавая макулатуру, чтобы получить эту книгу, тогда была она, выдавали по талонам 20 килограмм макулатуры, мифы и легенды Древней Греции и Древнего Рима. Вот, наверное, вспомните, кто постарше уже. Вот. Комсомолка 30-х изображена со щитом, но без меча, причем на щите изображен герб Москвы. Видимо, знает Фемида, кого и от чего защищает. А чтобы бедной богине правосудия было понятно, кого защищать от кого, никакой повязки на глазах у нее нету. Не хватает лишь скромной надписи «Спасибо гражданину за поддержку в осуществлении правосудия». Смайлик стоит. А это московский какой-то сайт «Прогулки по Москве». Как выяснилось, подобный имидж богини правосудия вовсе не какое-то супермодное веяние в ваянии скульптур и даже не плод буйной фантазии автора. В Верховном суде России придумали свою богиню правосудия. Когда готовили программу проектирования, в самом суде сказали, что наша Фемида не может быть закрытыми глазами, поскольку она все видит и все знает, огорошил главный архитектор проекта реконструкции Верховного Суда Юрьев Милаев. То есть, древнегреческих канонов было решено не придерживаться. А наизумленный вопрос, а как же, собственно, беспристрастие? То есть, повязка на глазах беспристрастна. Архитектор невозмутимо пояснил. Если вы заметили, наша Фемида без меча, то есть, никого не режет и не бьет. Ну, не знаю, согласитесь вы с этим или нет. Да, но это все забавно, это все очень интересно. Вы можете сами выйти на сайт Верховного Суда, vsrf.ru. Это главный суд наш, Верховный суд. О нем мы тоже поговорим. У нас уже дело есть в Верховных судах, уже не одно дело нашей церкви. Зайдите, посмотрите. Вот эту статую, нашу российскую Фемиду, как кто-то сказал, можно признать олицетворением всех негативных элементов, присутствующих в нашей судебной системе. Отсутствие повязки, вот оно вызывает некую ассоциацию о лишении суда свойств независимости и беспристрастности, когда игнорируется принцип состязательности и равенства сторон. Отсутствие меча и щит вместо меча, да, можно, наверное, интерпретировать как отсутствие реальной возможности исполнить, вот вынесенные судебные акты, наказать виновного. Зато наличие щита свидетельствует, что сами судьи, принимая, возможно, незаконные решения, надежно защищены от возмездия. И вот интересно, да, у греческой богини Фемиди на щите герб Москвы, то есть Георгий Победоносец поражает змея, очень интересная ассоциация со всем. И последнее, что Фемида наша-то, российская, без повязки, может быть оправдана, наверное, с точки зрения осуществления правосудия, мол, суд не слеп и видит, что на самом деле происходит. Можно, наверное, и так интерпретировать вот все вот эти моменты, все, что есть. Еще раз, очень интересно, вот я сам занялся этим вопросом, посмотрел, кстати, и вот Министерство юстиции, Министерство справедливости, где мы все зарегистрированы религиозной организацией, да, тоже, тоже очень интересный момент. Знаете, что я подумал? Мы освящаем ядерные ракеты, боеголовки. Православная Церковь уже святых даже определила. Здесь земли, уже назначили своих покровителей небесных, а один отвечает за армию, другой за флот, третий за космические войска, еще кто-то за ядерное оружие. Все у нас благословлено, да, все у нас, вот, а суд, правосудие и юстиция все еще в руках у греческих богов. Да, мифы, легенды, а может быть и нет. А может быть действительно нами правят боги Олимпа, греческого Олимпа. У меня все. Храните себя. Благослови вас Господь. Еще раз, это был канал «Взгляд с небесный», наш новый проект «Правосудие против кривосудия». И с вами был я, епископ Альберт Раткин. Подписывайтесь на канал, распространяйте наши видео, помогите нам. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь.